За его широкими плечами уже не спрятаться. За символом целины. Парк целиников с каждым годом тает на глазах. За парком, за самим сквером не очень сильно ухаживают. Если мы посмотрим зимой все, что здесь происходит, то можно увидеть, что парк достаточно пустой. Новые строения, он действительно сокращается. Вот из-за этих домов он уменьшился. Ну что тут? Там что-то накопали, мы не знаем, что будет. Тут отгородили. Здесь отгородили. Забор вдруг закрыл сотни метров зеленой зоны, а рядом другой неопознанный для кадастровой карты объект. Вопреки предназначению земли для нужд парка, это автосервис и платная стоянка. Работают минимум год, но для властей города это новость. В комитете по архитектуре нам сказали, что на этом месте должен быть склад. А в итоге по документам гараж, на деле, бизнес. Документов о смене функционального назначения склада на гараж в нашем комитете тоже отсутствует. Их не было. Мы сегодня имеем собственника, общество с ограниченной ответственностью «Мираж». И, видимо, некоего арендатора, тем органам, которые вправе этим заниматься, предстоит выяснять. Захват земель, по мнению общественников, идет и в юбилейном. Здесь это провернуть проще всего. Парк огромен и заброшен. Со встречи угол никто и не заметит. Они появились в начале 70-х. Уже тогда их поставили на территорию парка. Разрешение выдала администрация района, и за столько лет их никто не сдвинул с места. Как пояснили нам в профильном комитете, разбираться с земельной справедливостью следует на уровне районной администрации и, видимо, общественникам. Решать проблемы еще одного скандально известного парка «Изумрудного» активисты скоро начнут своими руками. Журналист Лариса Вигант предложила барнаульцам высадить здесь деревья на смену всем незаконно спиленным. Идиномышленников уже много. Должны сохраняться деревья, потому что городу необходим озон, нужен воздух, нужно чем-то дышать. А когда участок земли бреется наголо, то первая мысль, которая приходит в голову, что здесь собираются вырыть котлован. В ближайшую неделю архитектор Станислав Зинков должен составить дендроплан, прописать породы деревьев и то, как правильно их высаживать. Затем документы должны утвердить власти. Но быть ли народной волей? Во всяком случае, уже сейчас горожане уверены, что свой контроль гораздо эффективнее. Анастасия Дороган, Николай Шелко, Андрей Печоркин. Наши новости.